Это случилось 17 мая в лесу в Чельпоевском районе. Площадь возгорания тогда составила более 10 гектаров. Пламя тушили сразу 4 пожарных расчета. Главное локализовать, не дать пожару дальше распространиться. Плюс ко всему сутского участкового лесничества. Сейчас едет еще мобильная группа, 5 человек. Вот буквально с минуты на минуту подъедут с мотопомпами и будем дальше работать. Двое суток тогда ушло на то, чтобы потушить пожар. Чудом огонь не перекинулся на территорию лагеря жемчужина Малоги, который находился по соседству. Всего за последние два месяца в Чельпоевском районе произошло 8 пожаров общей площадью 15 гектаров. Это немного, однако и лето в самом разгаре. Установилась по-настоящему жаркая погода и специалисты забочены, как избежать ситуации прошлого лета, когда пожары в нашей стране охватывали огромные территории, когда сгорали целые деревни. События прошлого лета заставили всерьез задуматься о несовершенствии лесного кодекса. В него были внесены существенные изменения. Так, если раньше, например, те, кто будет тушить пожар, определились путем тендера, при этом принять в нем участие могло любое предприятие, то теперь работают только специалисты. И не по конкурсу, по госзаказу. Поправки в лесной кодекс были утверждены 29 декабря. Лесной охране теперь в нем посвящены не две, а целых 10 статей. Понятия пожарной безопасности разработаны более подробно. Даны инструкции про порубки квартальных просек по минимальному расстоянию от леса до жилых построек. Оно составляет 15 метров. Еще в Черепаевском районе появляются добровольные дружины. Набор же идет. Добровольцы работают на базе администрации и сельских поселений. Задача – тушить пожары наряду с профессионалами. Только не за деньги, на общественных началах. На страже лесов теперь и 4 видеокамера. То есть это через соединение интернет мы можем наблюдать сразу 4 картинки. То есть любую из камер, если надо, мы можем приблизить, удалить. Можно смотреть сразу во все 4 камеры вместе. Камеры имеют угол обзора 360 градусов. То есть ими можно двигать, изменять направление. То есть север на юг, с юга на север. И соответственно угол горизонта можно менять. Леса в Черепаевском районе уже совсем скоро начнут регулярно патрулировать. И с земли, и с воздуха. Кстати, в области сейчас действует запрет на разведение костров в лесных массивах. За нарушение грозит штраф от 1,5 до 3,5 тысяч рублей. Наказание рублем это хорошая практика, считают специалисты. Ведь 90% возгораний по статистике всегда на совести человека. И здесь важно понимать, причиной пожара может стать не только незатошный костер, но даже стеклянная бутылка, которая осталась на солнце.